Вот такие полевые кухни работали в годы Второй мировой войны. Меню солдат не отличалось особым разнообразием. Каша гречневая, пшенная, перловая, с добавлением сала или тушенки, ржаной хлеб и 100 фронтовых грамм. Сегодня военные повара снова предлагают отведать солдатское угощение. В День Победы ветераны, да и все желающие, смогли отведать гречневую кашу с тушенкой. Ее приготовили именно повара военные. Это, так сказать, для сохранения исторической правды событий военных лет. Впрочем, по словам ветерана Великой Отечественной войны Александра Ивановича Шевцова, правда эта оказалась несколько приукрашенной. Каша отличная, только много мяса, а чай еще лучше. В годы войны солдатская каша да фляжка с водой помогали выжать на полях сражений, вспоминает Александр Шевцов. Сегодня о фронтовой пище ветеран рассказывает с улыбкой. Во время войны, особенно 42-й год в Крыму, соли не было, ничего такого не было. И мы называли кашу перловую шрапнелью. А еще говорили, это Семен Семен Семенович. Потому что суп перловый, каша перловая и беточки перловые. И был Семен Семенович Семенов. Казалось, что особенного может быть в простой каше? Ветеранам она напоминает эпизоды фронтового прошлого. Возможно, они вспоминают своих боевых товарищей, ожесточенные бои, освобожденные города и села. И, конечно, вкус той, боевой, солдатской каши. И хотя, как рассказывают ветераны, мясо в своих котелках они видели нечасто, каша все равно всегда была вкусной, горячей и сытной. Она прибавлялась силой бойцам для борьбы с врагом. 9 мая жители Славенска-на-Кубани приняли участие в патриотической акции «Солдатская каша», чтобы стать сопричастным к героическому прошлому наших дедов. Это очень хороший и отличный пример. Кто не испытывал это, он может почувствовать, прочувствовать, когда люди находились в тех местах, где не всегда можно покушать. В День Победы отведать солдатского угощения пришли и самые юные славянцы. Вот на меня есть тёпка из солдатской страны. Мне какие-то игрушки, да кафе-то не нужны. Я шагаю на баланс, я победу очнёт. Солдатская каша, каша победы, как называют её участники Великой Отечественной войны, сегодня стала для многих людей символом воли, мужества и героизма бойцов, защитивших мир от фашизма. А в победный весенний майский день солдатское угощение кажется особенно вкусным. В победном весенний майский день солдатское угощение.